В 12 часов ночи остановили вот этот автомобиль. Мой боец вывозит жену из Луганска, везет на Киев. Ну и соответственно ехал он с оружием. У нас у всех есть разрешение на ношение оружия, то есть на период отток. Оружие это частное, ну то есть зарегистрировано на бойце на моем. Своё, не табельное, которое выдавалось, а своё. При досмотре автомобиля вывернули все вещи. Ну представились сотрудниками милиции, то есть были у них нашивки вверху. После составления ими протокола не пригласили, не дали ознакомиться с протоколом. Изъяли они рожки, ну подсумки, магазин от автоматов и личное оружие. Ну не изъяли, украли. Его даже не записали в протокол. Когда начали уже наши собирать вещи, обнаружили, что из сумки жены и парня, у неё 2000 гривен пропало, у неё 1500 гривен. Записали в протоколе, я знакомился уже здесь с протоколом. Вместо 20 магазинов они записали 14 магазинов. То есть 6 магазинов они с патронами, всё. Решили оставить себе, но так. Мне позвонили, я с передовой сюда, со своим отрядом, я как командир отряда, приехал на помощь. Всё, одна прокуратура, наша военная, приехали сюда, помогли, всё вроде решили. Сейчас наши возвращаются уже с поста в себя. Дождёмся, узнаем результат, всё ли им вернуть. Прокуратура нам пообещала, что будет заниматься. Мы вернёмся через недельку и узнаем результат. Так это мы не оставим. Жену вывезли из антрацита, который оккупирован сепаратистами. Я её эвакуировал в Киев. Соответственно, и в Киев ехали по заданию нашего командования. Должны были попасть в Министерство обороны. Там, когда приехала милиция, следственная группа, когда приехала, там пропадали многие вещи. Потому что всем известно, что нечистые на руки у нас милиция. Потом съездили в прокуратуру, там написали объяснительную, забрали у нас оружие. Ну и всё, и вот. Ну что-то пообещали вернуть. Сказали привезти бумаги и всё вернут. Когда будем из Киева возвращаться, то есть в стороны Киева с оружием они не хотят пускать. Хотя это табельное оружие. Единственное, что оставили ПМ. А я слышала, когда вы подходили, что говорить про болото, чтобы его-то пообещал? Ну, пообещал помочь разобраться в этой всей ситуации, с нашимисями с нашей доблестной милицией. Как думаете, поможет? Надеюсь. Честно говоря, я особо в нас тимущим не верю. Продолжение следует...